Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня в гостях у Комсомольской правды президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тегивко. Здравствуйте, Виктория! Рада вас видеть снова у нас в гостях. Итак, вопрос от наших читателей. Первый вопрос задает Борис. Виктория, скажите, сколько стран будут представлять свои фильмы на фестивале в этом году? География очень широка. Здравствуйте, спасибо вам за вопрос. Фестиваль уже не за граммей. 12-20 июля 4-й Одесский международный кинофестиваль откроет радушно свои двери. Для представителей, я думаю, более чем 40 стран. Потому что в прошлом году у нас было 40 стран. Участники фестиваля, гости в этом году может быть больше. 40 стран тоже очень серьезная цифра. В конкурсной программе, в конкурсных программах фестиваля еще в прошлом году участвовало тоже 20-25 стран. Так что в этом году мы в той же цифре у нас 26 стран есть. Вряд ли какие-то большие изменения будут, потому что единственное, что еще меняется, это российская программа, страна происхождения не поменяется. Поэтому я думаю, что мы в этой цифре и останемся. Одесский международный кинофестиваль за 4 года, уже будем говорить, за 4 года работы стал крупнейшим на постсоветском пространстве. Поэтому гости не только из постсоветского пространства приезжают к нам, а также из стран Центральной Восточной Европы. Очень много гостей. Ну и уже география становится все шире и шире. 40 стран, сами говорят, за себя. Поэтому гостей может быть еще больше. География стран может расшириться. По участникам конкурса я очень надеюсь, что количество стран не поменяется. Потому что, собственно, уже последние подтверждения сделаны. Последние какие-то дошлифовки происходят в следующую неделю. Я думаю, что все уже будет финализировано и объявлено в конце следующей недели. В том числе и российская программа, которую, кстати, мы сегодня объявляем. В этом году у нас выделено российское кино в так называемую российскую неделю. И 7 фильмов, которые представлены в ней, плюс 2 фильма еще в конкурсе, в неконкурсном показе. С целой плеядой российских актеров, которые очень любят Одессу, приезжают сюда очень охотно. Кого не надо уговаривать, это наших российских друзей. Они приезжают, большая такая репрезентативная группа представляет свои фильмы. И список тех, кто участвует с фильмами в этом году, впечатляют. Хабенский, Уценко, Абексимова, Тимур Бекмамбетов придет уже к нам, будет представлять свой фильм. А также как специальный гость будет на Одесской международной фестивале в этом году. Марат Башаров, считаю, вот из списка, ну, Сильянов, будет участвовать также в профессиональной секции программы. Ну, и многие другие, думаю, что последние годы изменения пройдут. До конца следующей недели мы объявим уже весь золотой список российских актеров, которые будут на Одесском международном фестивале в этом году, в 13-м году. Следующий вопрос задает у нас Людмила. Виктория, назовите, пожалуйста, ваш топ-тима фестиваля, обязательных просмотров. Да, это всегда сложный вопрос, да, как обычно, я никогда на него не отвечаю. По простой причине. Выбирали очень долго, выбирали целый год. Просмотрели больше тысячи картин вместе с нашей отборочной комиссией, с теми друзьями, партнерами, коллегами из удаленных стран. Куда добраться нашей основной кортин не удалось. Поэтому сказать, что рекомендую посмотреть, наверное, будет не всем правильно. Прякастановых картин будет на ОМКФ 2013 в этом году. Все они по-своему заслуживают внимания наших зрителей по разной причине. То есть, если кто-то хочет посмотреть фильмы первыми, а это фильмы, в основном, из гала-премьер, которые мы представляем традиционно в рамках кинофестиваля, тот наверняка захочет прийти и посмотреть фильмы, которые выйдут в прокат на несколько недель, на несколько месяцев раньше, чем они появятся на широких экранах. Для тех, кто хочет посмотреть уникальные фильмы, которые не выйдут вообще на широкие экраны, тоже нужно приходить. Таких фильмов значительно больше, которые не выйдут. По разной причине. И ОМКФ – это та уникальная площадка, где можно посмотреть фильмы, достойные внимания широкой аудитории. Фильмы категории «Ардминистрим» по определенным причинам, дистрибьюторским, по причинам проката, договоренности с обладателями права и так далее. Все они просто выйдут в прокат, может быть, даже не только в Украине, но и в России. Таких фильмов у нас, еще раз говорю, очень много. Прямо 80-е, поэтому есть смысл приезжать, уделять этому времени. Обязательно первый или последний уикенд можно брать на период в средине фестиваля и спокойно отходить, отсмотреть по максимуму. Все картины отобраны. Фильтрованы нашей отборочной комиссией из тысячи сто. Так что 1 к 10, пропорция очень серьезная, потому приходите, берите абонемент. Это всегда выгоднее и приятнее. То есть, имея абонемент, планировать свое время и выбирать любые фильмы из всего спектра, представленного на НК 2013 в этом году. Следующий вопрос у нас от Валентина Петровича. Почему Вы решили расширить национальный конкурс до двух номинаций? Неужели в Украине стали снимать больше кино? Что получат победители? Да, мы к этому и идем. В прошлом году была несколько смешанная программа по причине небольшого наличия фильмов, которые мы могли представить в украинском конкурсе. В этом году уже можно порадоваться за украинский кинематограф. 4 отобранных на полных метров из порядка 20 представленных или 12 короткометражей, которые были представлены в украинском национальном конкурсе. Мы его называем «Украинская национальная кинопремия». Да, естественно, начали снимать больше. В свое время, когда мы начинали, это было некоторое количество фильмов, несколько. В этом году мы получили 200 заявок. Больше, чем 200 заявок в украинский конкурс. Это говорит о том, что отрасль оживилась. Ну, просто оживила. И вся, можно сказать, бомбинг. То есть все процессы прошли. Конечно, не все гладко и не все сразу, потому что после длительного перерыва даже сложно правильно подобрать слово. То есть когда ничего не происходит, все, что было куда-то ушло или в теле-муви, или еще-еще. То есть сейчас собирается все буквально и возвращается по крупицам. То есть за меньше, чем 4 года работы и поддержки украинского кинематографа и нашими усилиями Министерства культуры, Гускино. Но ситуация настолько кардинально изменилась к лучшему. 200 заявок на украинский конкурс. Это большая победа. К 4 году существования Одесского международного кинофестиваля. Фильмы интересные. Это «Делириум» режиссера Игоря Подольчука. «Не хочу умирать» режиссера Алисы Павловской. Кстати, «Не хочу умирать» фильм одесского режиссера Алисы Павловской. Что-то неприятно в украинском конкурсе. Параджанов Сержа Адвиган. Крэденс. А Валентин Васинович, который в прошлом году тоже участвовал со своим фильмом в конкурсе. Этот фильм, по нашему мнению, ярче, интереснее, более сильнее. И тоже хороший знак. То есть развивается в лучшую сторону украинский кинематограф. Ну и 12 короткометражек от ведущих представителей отрасли Украины. А тут был вопрос, что получит победителя, какой приз? Премии остались неизменными. Это 10 и 50 тысяч гривен за победу. 10 за короткометражку, 50 за победу в конкурсе полного метра. И тут ситуация не поменялась. Самое главное, что получат резюры, это известность. Потому что Одесский международный кинофестиваль все-таки крупнейший на постсоветском пространстве. И входит в пятерку, в топ-5 крупнейших кинофестивалей, кинофорумов в Центральной и Восточной Европе. Может быть, третий, может быть, четвертый. Что мы скромно говорим в топ-5. Но у нас все еще впереди, потому что здесь мы вместе на одном поле с кинофорумами, которые уже порядка 20 или более лет работают. Это Асофийский, Варшавский кинофестиваль, естественно, Карлова, Вары, Сараева. Это те кинофорумы, которым уже десятки лет. Так что у нас еще все впереди. Но топ-5 это уже серьезная заявка для Центрального и Восточного Европы. Украину уже знают, любят. И последняя вечеринка, которую мы проводили на Каннском кинофоруме, собрала без особых усилий, что приятно, более 300 гостей, кинопрофессионалов, которые, несмотря на проливную дождь, поддождь, который вдруг начался в Каннах, собрались именно на наши мероприятия. И, собственно, те, кто не знали, имеют очень хорошие отзывы в фестивале. Те, кто не знали, все идут. Те, кто уже были, очень активно пиарили мероприятия. И это неприятно. Подходили люди, которые представляют ведущие мировые кинофонды. В этом году количество кинофондов, кстати, благодаря этому профессиональному нетворку, становятся все больше и репрезентативнее. Если в прошлом году это были несколько кинофондов на ОМКФ, то в этом году их были 15. Что такое кинофонды? Это задел профессиональный большой задел и большая перспектива для украинского кинематографа, для всех тех украинских режиссеров, съемочных групп, представить свой проект правильно, не только на двух профессиональных секциях, которые будут работать в рамках ОМКФ, продолжать свою работу. Это питчинг, профессиональная секция питчинг и вторая профессиональная секция World in Progress. Также получить реальную помощь, контакты у ведущих кинофорумов, у ведущих кинопрофи, которые приедут на кинофестиваль. Это возможность финансирования, возможность копродукции, доступа к европейской, мировой дистрибуции и так далее. Все бонусы и прелести правильного профессионального нетворкинга из таких мероприятий, собственно, и следуют. Следующий вопрос у нас от Марьяны. Кто решает, кого отбирать в школу кинокритиков и почему среди финалистов так много одесситов? Это прекрасно. Вы знаете, это интересная статистика по школе кинокритиков. Это очень популярная секция. Мы ее в этом году повторяем. 30% одесситов, которые участвуют в школе кинокритиков, как раз и представляют количество полученных заявок из Одессы. Большинство заявок было получено из Киева и из Одессы. Наверное, приятно это отметить. То есть это количество, но не пропорционально разбито по украинским областям, регионам, городам, миллионникам. К счастью, к сожалению, лидируют киевляне и одесситы. Соответственно, 30% это просто математическая составляющая полученных заявок. Но это один момент еще. Есть еще отборочная комиссия, которая принимала участие в выборе этих 20 финалистов, кинокритиков, которые примут участие в школе кинокритиков в этом году. И в их числе иностранные наши коллеги, это британские кинофонды. Я думаю, что выбор сделан правильно. По результатам мы сами в этом сможем убедиться, потому что опять-таки подготовлены некие сюрпризы для победителей школы кинокритиков, которые, как и в прошлом году, смогут себя проявить на каких-то ведущих, известных кинофорумах в качестве кинокритиков. И будет представлена после этого площадка или площадки для того, чтобы разместить свои работы. И они будут оценены широкой общественностью. Собственно, для этого все и делается. Поднять уровень и создать плеяду активных, умных, независимых кинокритиков, которые могут помочь развитию киносреды в Украине. Андрей из Старости пишет нам, что такое питчинг-сессии и что получится в ГИДИИ? Сессия питчинга – это традиционная секция в рамках Одесского международного кинофестиваля. Секция питчинг заключается в том, что в компании режиссерские группы представляют проекты, которые еще не начали съемки, проекты, которые еще не снимаются. Они получают тут же мгновенную реакцию от тех, кто участвует, присутствует на сессии питчинга от кинопрофи, опять-таки от тех же кинофондов, от людей из отрасли, в первую очередь, которых мы приглашаем. Что так, что не так, что понравилось, какие-то замечания, в первую очередь замечания, то, что собирает критику, задают вопросы, получают ответы. И выбирается победитель секции питчинга. В питчинге и воркинг-прокресс у нас в этом году по 10 проектов представлено. Жюри очень сильное в секции питчинга. Я думаю, что произойдет может происходить та ситуация, которая повторяется после первого ОМГФ, когда фильм сначала попадает в канал на питчинг, потом попадает на воркинг-прокресс, и потом у него все есть хорошие шансы участвовать в основном конкурсе или в украинском конкурсе. Хорошим примером такого фильма может быть фильм Параджанов, который представлен от Украины в основном международном конкурсе. Два года тому назад он был на секции питчинг, год назад у нас был на секции воркинг-прогресс, и в этом году фильм Параджанов фетисовая соответственно участвует от Украины и представляет международный конкурс. Так что такая большая победа, фильм, который у нас в Лондаре, с которым мы прожили три года, посмотрим, как он представит себя на международном конкурсе. Таких примеров очень много, фильмы, которые представляются у нас на питчинге или на воркинг-прогресс, получают правильную реакцию профессионалов, которые собираются на этой секции, соответственно, получают финансирование, доступ к продукции, новые контакты и могут уже спокойнее, свободнее двигаться, работать, снимать кино и чувствовать себя достаточно уверенным. Для этого и делается эта секция. Когда фильм говорится сами среди своих, то, конечно, немножко по-другому транслируется реальность. то, что уже невидимо для самой группы, которая готовится к всем фильмам и проходя через 70 тысяч, то очень очевидно для профессионалов, которые задают вопросы и могут быть чем-то не согласны, для чего это все работает. Очень много, наверное, каких-то неприятных переживаний, но полезных, потому что лучше не потратить, не понять, в чем проблема сегодня, как начали тратиться какие-то реальные деньги уже сниматься фильмы, чем в толку сайт локти. Собственно, для этого такие две итерации происходят, питчинг и воркин прогресс. Следующий вопрос от Лены. Скажите, Виктория, чем Вы гордитесь больше всего за три года фестиваля? Огромная работа, конечно. Хороший вопрос, легкий. Спасибо. Чем гордимся? Ну, конечно, тем, что мы стали фестивалем номер один и по советскому пространству. Придимся тем, что мы в пятерке крупнейших кинофорумов Центральной Восточной Европы. Есть куда двигаться, опять-таки, повторюсь, что мы здесь на карте Центральной Восточной Европы, рядом с теми, кто десятки лет уже собирает лавры, входя в топ-5 лучших фестивалей Центральной Восточной Европы, а нам, собственно, вот только-только, начиная с 12-го по 20-е, день рождения у нас Лин, с 19-го по 20-е исполнится 4 года, так что есть куда двигаться. То, что у нас более 100 тысяч зрительских посещений, это тоже очень важно. То, что у Одесского кинофестиваля появились свои, скажем так, фишки, которые его отличают от других кинофорумов. Это огромный оп-эн-эр на потемкинской лестнице. Это открытые показы на лонжероновском спуске. Это и секции, которые повторяются из года в год, уже приобрели популярность. Люди знают, что многие очень знают программы Одесского международного кинофестиваля, которые тоже важны. Это гала-премьеры, фестиваль-фестивали, основной конкурс, какие-то специальные показы. Очень мощная профессиональная секция, которая тоже отличает на Одесский международный кинофестиваль. Мы развиваемся каждому году. В этом году мы усилили профессиональную секцию, сделали целую серию специальных круглых столов, которые будут обсуждаться очень-таки сложные, не весьма приятные вопросы, с которыми сталкивается мировой кинематограф сегодня, и вопросы, которые остро стоят перед нашими кинематографистами. Эту секцию мы постоянно усиливаем. Специальные тренинги, школа кинокритиков, школа сценаристов, и тому подобное, которые тоже стали регулярно проводиться. Ну и важно то, что у нас в Украине в рамках Одесского международного кинофестиваля есть национальный конкурс, который мы называем национальная кинопремия. То есть это есть далеко не на каждом кинофестивале и кинофоруме. Это тоже отличительная особенность Одесского международного кинофестиваля. Ну и наличие кинорынка. Кинорынок с каждым годом развивается все более быстрыми темпами. Уже, наверное, не назвать те, кто из Украины, из постсоветского пространства, не из дистрибьюторских компаний киносетей, которые не присутствуют на Одесском международном кинофестивале. Уже есть все. Поэтому я думаю, что будем потихонечку уже выходить за пределы постсоветского пространства, русскоговорящего пространства. И гостями на ОМКФ на кинорынке в этом году были представители дистрибьюторских компаний и киносетей из других стран Центральной Восточной Европы не только в целях обмена опыта, но с прицелом на дистрибьюцию и показа фильмов на этих территориях. Так что, наверное, есть основные большие, яркие, такие отличительные мазки, которыми может гордиться Одесский Международный Фестиваль и вся наша команда, которая с этим живет 365 дней в году ежегодно. Здесь был вопрос, какая, собственно, команда, насколько человек у вас работает, будут ли привлекаться волонтеры в этом году? Да. Волонтеры это наше все. С прошлого года мы начали эту программу привлечения волонтеров на Одесский Международный фестиваль. В прошлом году эта цифра уже превысила 200 волонтеров, а в этом году она уже будет больше, думаю, порядка 250 человек. Конечно, в основном это Одесситы, но Одесситы тоже понятие условное. Одесситы все из разных городов, собственно, те, кто живут в Одессе в основном. Но очень много и ребят, которые приезжают из других городов, не только из Киева, из других городов Украины и участвуют в организации всего процесса в Одессе. Большая команда, очень интересные люди, удивительно то, что волонтерское движение в Украине настолько мощно представлено. И много есть организаций, которые на этом поле волонтерского движения известны, и работают, кстати, более 100 лет волонтерские организации в Украине. огромное спасибо вообще еще, как можно сказать, всем ребятам, которые уже второй год с нами. Опять-таки, приятным фактом является то, что большинство тех волонтеров, которые работали с нами в прошлом году, мы изъявили желание поработать и в этом году. Так что у нас уже такая добрая традиция, формируется некая как горда молодых, интересных людей, которым не безразлично то, что происходит. и приятно просто быть причастным к большому яркому событию, то он разъявляется Одесский международный кинофестиваль. Еще раз всем большое спасибо. А вот комитет самый, сколько человек в основном? Урткомитет, да. Урткомитет наш плюс-минус 25 человек. То есть, урткомитет не меняется, это команда, которая работает с первого года в Одесский международный кинофестиваль. Опять-таки, тоже хорошим, наверное, показателем и плюсом нашей команде и всему о МКФ является то, что команда практически не поменялась. То есть, за все 4 года никто от нас не уходит. Всем нравится. Вот. И то, о чем я говорила еще на первом кинофоруме, когда спрашивали, то есть, большое, наверное, везение, то есть, найти и работать с людьми, которые, на самом деле, очень любят то, чем они занимаются. Хорошим показателем является у нас текущей кадров отсутствует полностью. Никакой текущей нету. И вот такой вот небольшой командой мы справляемся не только с Одесским международным кинофестивалем, но и с большим количеством меньших кинофестивалей, которые организовывают компания Art House Traffic в течение года, не только в Украине, но и по основным городам-миллионникам. Так что, такая ежегодная работа. Возможно, и в этом тоже причина сплощенности команды, которая не выдыхает практически. И всем это нравится. Так что, спасибо нашей огромной команде. И, на самом деле, ребята все просто супер. И объединяет на нас, наверное, такое чувство юмора особое. Если бы не оно, то было бы все не то. Следующий вопрос у нас от Сан Саныча. Скажите, пожалуйста, когда появится на вашем сайте полное расписание всех кинофеансов и других событий? И когда состоится концерт «Пусть пурецы»? Спасибо за вопрос. В последнюю неделю перед открытием Одесской международной кинофестиваля уже будет расписание окончательное. Почему нет? По понятным причинам еще даже не все фильмы окончательно подтверждены в российскую неделю. Но осталось недолго ждать. Так что за неделю заходите. А вся информация уже будет на нашем сайте. По поводу концерта «Пусть пурецы» кстати, тут такая очень важная информация. Нужно особо, наверное, о ней сказать в заключении. 12 числа, 12 июля в день открытия Одесского международного кинофестиваля впервые в этом году будет дополнительный большой мега open-air концерт, который будет проходить на Потемпинской лестнице в 21.00. Концерт группы «Но Смокинг Орхестра» «Эмира Кустурицы» с его, естественно, личным участием и с цыганским перформансом. Это будет что-то очень интересное. Кстати, вот тот элемент концертный, о котором тоже нужно было бы сказать, о котором известен Одесский международный кинофестиваль, мы каждый год делаем какой-то киноконцерт или киноперформанс, начиная с первых лет кинофестиваля на Ланджорновском спуске, а вот в этом году мы уже вырвались на Потемпинскую лестницу, теперь у нас Мерксурица с его группой представит этот элемент программы Одесского международного кинофестиваля на киноконцерт мега-опен-эр. Кстати, по Мерксурице это специальный гость, этот режиссер никогда еще не был ни на одном украинском кинофоруме, поэтому для него появление в этом качестве как кинопрофи на ОМКФ является уникальным в своем роде. Он часто приезжает с концертами, но такого концерта еще не было, ну и Мерксурица на кинофорумах в Украине еще не было, поэтому тоже какая-то новая, что будет для него. Я думаю, что всем очень приятно будет его видеть. Мы подготовили очень интересную уитерацию с ним на открытии. Я думаю, те кинопрофи, которые появятся, будут у нас на открытии кинофестиваля в оперном театре будут приятно удивлены. Так что очень хорошо у нас все складывается с гостями на ОМКФ в этом году. У нас достаточно много интересных, ярких, восходящих звезд. Это и Сильвия Хукс, и Уэль Зайдель, и Тимур Бетмабетов. Все практически российские звезды, которые будут с российскими фильмами. Впочтлять не нужно. Посмотрите, кто снимался во всех девяти российских фильмах. Я думаю, что практически все они были представлены на ОМКФ. специальными гостями также будут и Роджер Корман, и Иржи Метцель, и Уинтер Боттен. Это все. И Даня Сегачан. Это те люди, о которых знает мировая киноиндустрия, о которых уважают. Это люди с большими, правильными, нужными для фестивальной среды контактами, которым будет интересно на фестивале. Судно, все активности, которые мы для них запланировали, за то, что им пофельно, интересно и было бы очень кстати. Сложно таких звездных гостей приглашать на фестиваль? Слишком ли они капризны? Или легко соглашаются? Да нет. У нас просто, видимо, с нашим чувством юмора никто не капризничает. Мы умеем пошутить по-разному. Все время мы там говорили о том, что там от гротеска до легкой иронии. Поэтому с нами никто не капризничает. Но это шутка, каприз на гостей не зовем просто. Даже не помню чего-то каких-то инцидентов или чего-то такого неприятного, что происходило на МКФ. Мы-то сами выбираем. То есть смотрим фильмы, которые берем с фильмами берем соответственно и актеров. И все мега приятные люди. каких-то инцидентов может быть разве смешные инциденты. Самый первый, конечно, помню, один из таких первых наших фестивалей это когда в Лондонске снимался фильм Дежавю. Это было большим удивлением для нашего голодой жюри, который был сильно удивлен, что почему сели в Лондонске специально. Я помню другую есенец и первое что он попросил там бросил вещи из аэропорта только прилетел и говорит я проезжу Штура говорю так я хочу экскурсию по Лондонске остались тут какие-то подвалы которые не изменились то время как мы здесь снимали в общем он весь там жаркую одесскую погоду обливаясь потом облазил все чердаки память помню все коридоры переходы где что снималось за ним записывал генеральный менеджер тоже была очень интересная информация выдала ему ежи штурш он крайне доволен местом его заселения приятными воспоминаниями и часто его видели бродящую ночами по утрам по гостинице Лондонская много было таких интересных позитивных веселых моментов но негатива не было дай бог и не будет это